Одно дело, когда ты узнаешь о каком-то новом законе, а другое, когда неожиданно куда-то увозят твоего соседа, и ты больше ничего о нем не знаешь. А некоторые, даже многие люди, ведь занимали квартиры своих соседей-евреев. Как такое возможно? Это был постепенный процесс. Уже в январе 1933 года начинают устраивать праздничные мероприятия, шествия с факелами и тому подобное. В то же время уже имеют место регулярные акты открытого насилия в отношении всех политических оппонентов, то есть не только в отношении евреев, но и в отношении, например, демократов, в отношении коммунистов, социал-демократов, либералов, а также представителей церкви и других. Это означает, что уже существует массовое насилие, и при этом власть строя, национал-социалистического строя пронизывает все сферы общества. Это было начало установления повсеместного насилия. На то, чтобы процесс был доведен до конца, потребовалось мало времени. Несколько месяцев, всего около полутора лет. В то же время, в апреле 1933 года начинается настоящее бойкотирование евреев. Это проверка. Они хотят увидеть, как на такое отреагирует общественность. И мы можем видеть в апреле 1933 года, что немцы вовсе не в восторге от того, что происходит, и что национал-социалисты еще не имеют доступа ко всему населению, так как им бы этого хотелось. И тогда, шаг за шагом, начинается то, что мы в науке называем кумулятивной радикализацией. Это, так сказать, прогрессирующая политика радикализма, которая постепенно все более усиливается. Каждый месяц какая-то новая травля, принимается какая-то новая, якобы необходимая мера. Это означает, что жизненные возможности групп людей постепенно ограничиваются, вводится наказание, запрещается ранее совершенно нормальное поведение. Евреям вдруг запрещается сидеть на скамейках в парках или останавливаться в отелях в определенных местах. В 1935 году были приняты Нюрнбергские законы, согласно которым евреям и неевреям больше не разрешалось вступать в брак. Евреи больше не могут быть наняты для помощи в ведении домашнего хозяйства. Евреев вытесняют из экономики. Ну, а потом «Хрустальная ночь» – серия погромов в ноябре 1938 года. Вот вы немец и видите новое Претестон, дворе 30 января 1933 года. Вы знаете, что есть гитлеровское «Майн камф», есть эти идеологические принципы. Но сначала вы думаете, ну да, но новое правительство позаботится о нашем экономическом возрождении. Оно попытается снизить безработицу, и все эти идеологические аспекты не будут играть, ну, такую уж большую роль. Все будет решаться прагматично, так сказать. А потом, оказывается, нет, национал-социалисты не шутят, они всерьез. Это идеологизированная партия. Они на самом деле хотят построить государственную расовую идеологию. Однако делается все шаг за шагом, шаг за шагом на протяжении многих-многих лет. И в этом постепенном процессе наблюдателю очень трудно понять, а где тот рубеж, на котором это все закончится. То же самое касается даже самих евреев. Многие немецкие евреи почувствовали тревогу после того, как были приняты нюрнбергские законы. Но подумали, ладно, теперь они сделали, что хотели. Теперь нам все понятно, теперь мы можем жить дальше спокойно. Нас дискриминируют, но мы останемся в Германии, с нами ничего не случится. Ничего другого национал-социалисты больше не предпримут. И это было заблуждением. Все продолжается и становится все более радикальным. Если смотреть из года в год, то политика нацистов становится на шаг радикальней в зависимости от новых возможностей, в мирное время или во время войны. И чем больше возможностей открывалось национал-социалистам, тем радикальнее они эти возможности использовали. Были ли те, кто доносил, писал доносы? Как можно это объяснить, ну или хотя бы попробовать, с исторической точки зрения? Ну, с одной стороны, существовало твердое убеждение, что гестапо и полиция буквально повсюду, и они знают абсолютно все. И да, сегодня в нашем распоряжении отчеты Третьего Рейха, то есть отчеты, например, штурмовиков на местах. Они и правда писали отчеты о настранях в народе. Сегодня они тоже опубликованы. Вы можете сами прочитать, о чем они там сообщают. С другой стороны, нам известно, что число гестаповцев на местах было вовсе не так уж велико, по крайней мере там, где сохранилась отчетность. То есть, как вы и сказали, во многом наблюдения осуществляли сами граждане. Люди, соседи смотрели по сторонам, подсматривали, что делают другие. В любом случае, все это сыграло свою роль в том, что ни сопротивления, ни каких-то противоречащих официальных точек зрения не существовало. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok